Редактор Читару Корректор 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 Читару ее установят, и дальше местные жители КСК будут играть и все прочее. А Пать Лапочкина будет дальше находиться в своей сегодняшней ситуации. Андрей на выходных даже взял и съездил туда, за что ему, конечно, спасибо, потому что мы много пишем про такие сложные и непростые места, где правда хочется повеситься, не хочется жить и в целом. Но люди там живут, и вот та же Пать Лапочкина это около 150-150 человек населения. При этом у людей уже продолжительное время, там, многих необходимых вещей для жизни нету. К примеру, в 17-м году мы писали, администрация сама города также сообщала, что там нет магазина, и жители просят. И администрация просила у предпринимателей, желающих приехать туда и начать там чем-то торговать. В этом году мы писали про то, что у них туда, видимо, какое-то время не было вообще сообщения никакого. И туда продлили маршрут номер 20 до, по-моему, 20 октября, что ли, там, срок был. Маршрут номер 80 написано. 80? 8. 8. Ну, в общем, маршрутку продлили туда, чтобы люди могли ездить. И вот сейчас, я понимаю, в октябре он снова перестанет ездить. В общем, история-то прикольная, и Андрей там сам был, наверное, может как-то нам описать в целом, что это за деревня, где она находится, чтобы было понятно людям географию, и что он там увидел. Географию мы покажем на карте. Для меня вообще, на самом деле, я еще на неделе обратил внимание на эту новость про то, как кто-то там, не знаю, в администрации Черновского района 4, кто-то, какой-то человек в мэрии придумал такой уникальный способ сражения с вандалами, отобрать, ну, это получается, детскую площадку вандалов и отдать тем людям, которые не будут вандалами. Это, я как бы не хотел бы давать никаких там резких оценок, но, по-моему, так может сделать только необразованный человек, и выпустить в публичное пространство, ну, или плохо образованный человек, выпустить в публичное пространство вообще саму тему того, что каким-то людям можно давать детские площадки, а каким-то нельзя, потому что они как-то не так себя ведут с этими детскими площадками. Ну, здесь любой человек, который читает книжки, смотрит фильмы, который вообще находится в каком-то, ну, вот, культурном потоке, он мгновенно поймет, что речь идет о сегрегации некоторой, да, то есть о разделении людей на правильных и неправильных, и разделение территории на те, где можно что-то, ну, государство может вкладывать, а где оно не будет вкладывать, потому что люди себя там как-то неправильно ведут. Вот, когда речь идет о том, что люди на какой-то территории неправильно себя ведут, неправильно себя ведут, не так, как мама сказала, да, не так, как хочет дядя в мэрии, не так, как хотят взрослые дяди в мэрии, мы поэтому их накажем, все это напоминает детский сад, да, типа, вот вы там, Маша и Петя на площадке неправильно играете, поэтому идите в группу, мы вас запрем там, да, и так мы будем вас воспитывать. Ну, это известная, опять же, возвращаясь к популярной психологии, тема, что взрослых людей, вообще большие массы людей очень сложно дрессировать так, да, можно сказать. А во-вторых, вот эта вот дележка на некоторые зоны, где можно что-то ставить и на зоны, где нельзя, ну, это вот действительно некоторое такое не очень, ну, я прямо даже, ну, у меня в голове это все не укладывается, как это вообще в современном мире возможно, но вот в Чите это, к сожалению, стало возможным, площадку эту перенесли, ну, для нас это хороший повод вообще обратить внимание на Патя Лапочкина, во-первых, я хочу сказать, что люди везде одинаковые, вот, про это, вообще-то, я думал, в школе рассказывают, но, как оказалось, не рассказывают, люди всегда одинаковые, они везде одинаковые, они в Москве одинаковые, они одинаковые, там, в Новой Зеландии, они одинаковые в Пади Лапочкина и на улицу Журавлёва, это все одинаковые люди, мы все одинаковые и про это, по-моему, сотни миллионов людей умерли на планете, чтобы мы, глядя на эти смерти, усвоили этот простой урок. Люди одинаковые везде и если у них нет, ну, достаточных условий для того, чтобы они как-то вели себя так, как вы хотите, чтобы они себя вели, это чаще всего не совсем их проблема. Но это тоже все вторично, первично все-таки отталкиваться от того, что не надо делить людей на правильных и на неправильных. Поэтому меня еще, я помню, в нулевых годах подергивало, когда у нас были такие, знаешь, хотя это может быть не совсем правильно, когда в ночные клубы пускали только правильных людей. Вот, типа, если вы правильно одеты, когда вы как-то выглядите так, как вам вот этот вот чаще всего необразованный охранник вас как бы сможет отделить от остальной толпы, от быдла, вас пустят. Ну все, мне сразу, короче, вот так вот начинают поколачивать от этой истории. Ну да и ладно, в общем, Пать Лапочкина, я действительно написал довольно эмоциональную колонку про это, ну я, конечно, под впечатлением тоже от всех этих своих книжек, сериалов, которые я там привык читать, смотреть, и вообще-то на меня повлиял сериал «Рассказ служанки», и я и книжку читал, и сериал смотрел, вот, и там немножечко вот впечатление от него заложено в текст, ссылку мы, конечно, дадим. Я хочу сказать, ну я написал колонку и поехал туда, вот, упать лапочки, я написал, отдал дежурному журналисту и не удержался, сел за руль, взял своего хорошего знакомого по имени Максим, мы туда съездили. Она находится вот от Угданского кольца, если вы ехать в сторону Хабаровской трассы, первый же поворот направо, и туда, в сторону Яблонного хребта, уходит прямая дорога. Сначала там асфальт, остатки асфальта, потом грунтовка, но довольно хорошая грунтовка, ехать там, по-моему, километров 7 или 8, ну примерно так. Не худшая, кстати, дорога в сторону Яблонного хребта, потому что если ехать на дворцы, например, то там все гораздо хуже, ты сам там был, да, а к паде Лапочкино получше все-таки дорога идет, и вот там есть остановка общественного транспорта, фотография, тоже мы ее посадим в видео, и потом, собственно говоря, сам этот поселок, там на 100-150 человек, получается, и слева там какой-то дачный кооператив, по-моему, строитель или как он называется? Учитель. А, учитель, СНТ-учитель. В общем, там на самом деле очень красивое место, то есть это отроги Яблонного хребта, не знаю, как правильно это назвать, то есть там очень красивый лес, какое-то озерцо, ручей какой-то бежит. Вот людей на улицах очень мало, очень много собак, в общем, мы там с несколькими товарищами поговорили, узнали, где была эта площадка, что они вообще про это думают, но ничего хорошего они про это не думают, конечно, но я там не буду передавать содержание всех этих бесед. Вообще, мы когда оттуда ехали, мы разговаривали про то, что должно вообще происходить с этой падью Лапочкиной, и мы не могли долго узнать, что это такое, я не мог быстро нагуглить. Но потом мы вообще-то нагуглили, и наши коллеги из газеты Вечерка еще в 17-м году писали про проблему пади Лапочкина, а про то, что они по большому счету отрезаны от внешнего мира, от города, вот, и журналисты Вечерки использовали те же самые метафоры, что и я, я про это только сегодня увидел, писали, что городские власти относятся к жителям этой падине лучше, чем фашисты к обитателям варшавского гетто. Ну, я не совсем здесь согласен с критичностью оценок, но, тем не менее, Вечерка на это обращала внимание еще 3 года назад, ничего там особо не изменилось, хотя вот появился опять же маршрут. И есть большой материал про Пать Лапочкина в газете «Известия», прям хороший материал, здесь все описано, но я поговорил и с теми людьми, которые управляли городом и регионом в 90-х и в нулевых годах, они мне вспомнили, что вообще-то в Пать Лапочкина собирались строить большой свинокомплекс, вот, и Пать Лапочкина входила в большую программу по развитию производственного комплекса Дальнего Востока и Забайкалья. Программа эта версталась в 85-м году, вот, и в 86-м году начала реализовываться. И в Пать Лапочкина успели построить, вот, судя по материалу газеты «Известия», какой-то, ну, довольно большой этот свинокомплекс, вот, было, видимо, производство уже этих свиней, ну, сейчас разведение свиней. Много интересных историй повспоминали мне вот люди старой формации, в частности, одна из идей была, заключалась в том, что раньше было единое областное управление общественного питания. Этому единому областному управлению подчинялись все, ну, видимо, рестораны там города и столовые, и предполагалось, что остатки еды вот с этих всех столовых будут собирать по городу и увозить в Пать Лапочкина. Всей этой машинерью управлял Валентин Лазаревич Кравцов, отец одного известного чеченского предпринимателя Кравцова. Вот, он до сих пор жив-здоров-здравствует, было бы интересно, наверное, с ним про это поговорить, но не очень понятно, насколько эта идея была реализована. Все там загнулось в 90-е годы, естественно, как обычно, про это тоже в материале «Извести» есть. И, собственно говоря, вот поселок оказался отрезанным от внешнего мира, там нет никакого производства, люди там живут, видимо, потому что, во-первых, привыкли, вот, там, ну и там место действительно хорошее, там лес рядом, там, видимо, часть вырубили вокруг, но все равно, ну, там реально крайние дома, они в лесу практически находятся, там воздух совершенно другое, то есть там хорошо вообще-то находиться, вот, но перспективы там никакой нет, нет никакого производства и не очень понятно, что с этим поселком делать. Ну, вот, сколько там домов? Ну, домов 30-40, я сейчас, честно говоря, быстро не могу представить, какие варианты у городской власти вообще. Но, как минимум, нужно перестать считать этих людей какими-то, или людей, которые там живут какими-то недостойными детских площадок, но, во-вторых, понять, что детскими площадками там, как бы, ну, проблему, наверное, не решить, проблему безысходности, которая там существует. И, я не знаю, вот, ты же понимаешь, о чем идет речь? То есть, маленький, отдаленный поселочек, безо всякого производства, брошенный в начале 90-х годов, потому что сломалась вся вот эта вот плановая экономика, да, ничего не осталось, что с ним делать? Ну, видимо, ждать, пока оттуда люди уедут просто, ну, эволюционно просто в город все переберутся, и там ничего не останется. Мало ли у нас таких поселков, но, может быть, можно что-то предпринять? Ну, надо понимать, что, вообще-то, это именно речь про город Чита, именно речь про то, что этот населенный пункт непосредственно относится к городу, точно так же, как относится Зенитка, КСК, там, любой другой район в городе, да, юридически он привязан сюда, и там, вот, как обычно, вот, если посмотреть на это, ну, визуально, да, это обычное село, да, небольшая деревушка обычная, да, где там, ну, как правило, в таких деревушках даже нету глав, да, там, старосты какие-нибудь, да, и эти деревушки входят в какой-то, в сельское поселение, да, да, в сельское поселение, их там, может, 3-4-5 быть, да, 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 и там есть у этого сельского поселения администрация, в этой администрации сидит там 3-4-5 человек, и эта администрация отвечает за, ну, как бы, за центр и за вот эти вот мелкие поселения, то есть они все равно там, нет-нет, там, бывают, там, да, должны хоть что-то делать, да, понятное дело, что в администрации поселения, как правило, денег нет особо, большая часть полномочий уходит в район, да, и район там должен, по идее, делать дороги, что-то там еще чем-то заниматься, да, здесь ситуация такова, что если бы, например, этот населенный пункт относился к Угдану, например, который не так далеко находится, да, то вероятность того, что внимания к этому населенному пункту было больше, мне кажется, выше, а здесь же получилось, что населенный пункт находится в составе города, город 350 тысяч населения, понятное дело, что и всегда так было, и я думаю, всегда так будет, что основное внимание уделяется центру города, основное внимание уделяется максимально населенным районам, да, и в таких ситуациях, к сожалению, вот такие небольшие поселения, которые оказались вот на отшибе, да, и географически просто где-то как-то административно, случайно попали в состав города, они оказались, они не город, вот какой это, это город Чита, вот ты можешь приезжаешь туда, да, вот тебя там, например, туриста привез, да, вот город Чита, ну, я тебе как бы утрирую тоже. Я тоже, на самом деле, вчера, когда я еще на карте искал эту Пайт Лапушкина, ну, в гугл-картах, я удивился, что это Чита, потому что это в чистом виде Угдан, то есть это реально яблоновый хребет, ну, какая Чита, ну, вот так вот получилось, то есть такой административный, административная такая запятая какая-то, да, и действительно, ты прав в том смысле, что должного внимания город не сможет уделять в силу того, что там и денег не хватает, и управления качественного, и не очень понятно, что этим делать, а когда не очень понятно, то ничего делать и не будут. Вообще здесь я думаю, что основная ответственность должна быть, вот, это же похожая структура, как администрация Читы, администрация районов, вот это вот, про то, о чем мы говорили много раз, что непонятно, чем занимаются администрации районов, точно так же и на уровне района и поселения, да, то есть районный центр, там, администрация района, идет поселенческая администрация, и эта поселенческая администрация на месте, как вот администрация района в городе, должна вот это вот все контролировать, насколько там у нее полномочий позволяют. Здесь выходит, что Патья Лапочкина должна, по идее, быть в первую очередь в интересах администрации района. Но как мы видим, администрация Черновского района какое решение принимает? Им проще просто взять и увезти детскую. В смысле, мы не знаем, мы вот видим, они увезли. Но история с площадкой, она же частная очень. Ну как частная, она как бы общая какая-то, да, дается. Она очень показательная. Да, да, то есть чиновники вот так относятся к части своей территории, которая под твоей ответственностью. Я думаю, если бы, и кроме того, чиновники-то это горожане, да. Вот мы тоже про это говорили много раз. Горожане, сельские жители, они друг друга не могут понять в принципе. Когда, например, администрация Угдана принимает решение по какой-то деревне, да. Там, грубо говоря, руководитель администрации в Угдане знает проблемы всех этих деревень. То есть он никогда так не поступил. Он, например, знает, кто сломал даже эту площадку. Знаешь, там какой-то Петя, там Вася, они постоянно перепьют, там малолетки каким-то и ломают, да. То есть проще к ним прийти, их отчитать, что там с администрацией, там с полицией, что-то такое, да. То есть и проблема может быть решена, там наказать как-то. А здесь люди, ну, на мой взгляд, из Читы, они не способны просто, ну, большинство, к сожалению, особенно чиновников, у которых работа заключается в сидении, в основном, в кабинете. Как бы здесь накладывается несколько таких нюансов. На мой взгляд, как решить, может, проблему, пойди хотя бы попытаться. Ну, давайте посмотрим, что входит в город, да. И те вещи, которые городу не нужны, давайте мы как-то, ну, по-другому, вот, попробуем административное деление, что ли. Как вариант. Вообще, как бы, там администрация города не может кардинально изменить всю эту историю. Ну, администрация города, видимо, обязана обеспечить там транспортную доступность какую-то. Не вести себя вот так вот странно в информационном пространстве, рассказывать нам, кто правильно ведет себя, кто неправильно. Вот. Но в целом, это проблема не совсем администрации города, а проблема вообще маленьких территорий. Что с ними делать? Что делать с такими, ну, по большому счету, брошенными населенными пунктами, у которых в Советском Союзе была производственная база, то есть была экономика, условно, сюжет экономики пляшет, а потом ее резко не стало. И вот уже 30 лет прошло, они так и болтаются там где-то, там островок где-то там в пустынном океане, да. Ну, мало ли таких вообще населенных пунктов в Забайкальском крае, мало ли таких людей, которые государство там оставило, ничего им не предоставило взамен. Есть же крупные примеры, типа, вон, Жирикенского ГОКа, да, который в свое время был вписан в, ну, вот в эту всю единую плановую экономику, потом был приватизирован уже после развала Союза, какое-то время еще существовало, потом экономически нецелесообразно стало его содержать, этот Жирикенский ГОКа, его закрыли, весь поселок Жирикен остался, да. Ну, Пайтлапочкин, это маленький Жирикен, что с ним делать, блин, ну, реально в мэрии Читы не придумают вообще, что с этим делать. Но, по-моему, сейчас избрана тактика того, что, ну, пускай как бы рынок решит, рынок как решит, ну, просто молодежь вся уедет, старики будут жить там до скончания своих веков, да, а потом эти дома постепенно опустеют, продать там их, скорее всего, невозможно, ну, и не будет никакой пади лапочки, да, мало ли таких деревень, дом на ключи какая-нибудь там, да, много таких деревень бывает, и это не только в современной России, в Советском Союзе, в других странах мира было. Просто на это грустно смотреть, может быть, есть какие-то другие варианты, ну, мне их очень сложно, на самом деле, придумать. Ну, хотя я не экономист, не чиновник, не государственник, вот, ну, может быть, мне все время кажется, что вот государство, ты же сам, когда обсуждали, приводил пример, что государство пытается затянуть туда предпринимателей. Ну, это такое, какое-то, я не знаю, псевдокенсианство, когда, вроде бы, у нас рыночная экономика, но государство пытается какими-то нерыночными механизмами засунуть туда этих предпринимателей. Но он не будет там работать, ему не выгодно этому предпринимателю. Я где-то сюжет у ГТРК Чита видел, Лены Комогорцевой, по-моему, про то, как туда маршрутки не ходят. И как туда какого-то маршрутчика пытаются искусственно туда посадить. Но ему тоже не выгодно будет, он все равно туда уйдет, если этот тариф не будет субсидироваться. Ну, условно, если мы речь, ты не будет оплачивать разницу между... Пустующие эти места. Да, если она не будет оплачивать, если она просто не дотянет этот маршрут до какой-то минимальной, хотя бы до нуля, до нуля не дотянет его. Ну, то есть, все слишком неочевидно. Мне хотелось бы, чтобы мы вообще жили немножечко в другой социально-экономической формации. Мне хочется гораздо большего участия государства в экономике в том числе. И если, например, государство, ну, предполагает свое участие в более серьезной экономической жизни и хочет сохранить пять лапочек, ну, понятно, что там нужно завести какое-то предприятие со стопроцентным государственным участием, запустить его, там, не знаю, ту же свиноферму, если она нужна, там, или не свиноферму, а какой-нибудь животноводческий комплекс, если уж инвесторы туда не хотят идти. Сделать его экономически прибыльным, там, да, и потом приватизировать. Но, я еще раз говорю, это просто у меня вот тоже откуда-то, ну, это просто какой-то вариант, который у меня в голове родился. Сейчас, по-моему, ничего сделать глобального нельзя, и пать лапочки, нам нужно обеспечить туда транспортную доступность, сделать там, ну, там даже, по-моему, вот я смотрел сюжет у ГТРК у Лены Камагорцевой, там прямо, ну, катастрофично было так показано, что там страшная такая дорога, знаешь. Да, нормальная там дорога, то есть, ее нужно вовремя грейдировать, если уж нет денег на то, чтобы ее заасфальтировать, ну, что поделать. Там, так-то, ну, с другой стороны, вроде бы и деньги невеликие могли бы заасфальтировать. Там же еще этот дачный кооператив, который, как ты говоришь, учитель, вот, там, наверное, достаточно много людей туда ездит. И перестать людей-то, которые там живут, ну, публично на весь город называть какими-то плохими, там, вандалами и так далее. Я вот, мы вчера там ездили, пешком ходили, там, я вот обратил внимание, там мусора, например, вообще нет. На улицах нету ни одного фантика не валяется, чисто в поселке-то. У нас вон в Читу придешь, по центру города пройдешься, еще непонятно, кто вандал это. Мы здесь, которые в центре живем, да, с этим статусом горожан там, да, или люди, которые там живут и место своего пребывания в чистоте вообще-то содержат там, да, непонятно, кто здесь лучше, кто здесь хуже, поэтому не надо делить людей по категориям. И я думаю, что не надо здесь быть оптимистом, к сожалению, судьба Бади Лапочкина, это медленное умирание этого поселка. Ну, или, может быть, это будет своего рода, знаешь, там, какая-то такая дачная территория. Там же сколько вот этих вот, в отрогах этого яблонового хребта, сколько там дачных кооперативов. Спокойно туда люди ездят, ездят, ни на что не жалуются, лишь бы их не трогали. Важно, чтобы электричество было, да, важно, чтобы была дорога. Более-менее. Более-менее. Если есть какой-то магазинчик, ну, отлично. Но поскольку это не дачный кооператив, а населенный пункт, ну, видимо, какой-то магазин как-то там должен появиться. Опять же, как он появится, если это невыгодно там, да, например. Поэтому, не знаю, мне кажется, лучший вариант, если это станет каким-то, ну, вот, своего рода, там, ну, частью дачного кооператива, там, того же. Или частью села Угдан. Ну, частью села Угдан, я понимаю, что Читинскому району такая нагрузка тоже, наверное, не очень улыбалась. Там еще спойди лапочки на разбираться, и, наверное, не очень рады будут и власти Угдана, и Читинского района. Вот, но мы совсем вглубь полезли, мы не знаем, как там все на самом деле происходит. Мы в целом, жителям, как правильно назвать, поселка, поселочка Пать-Лапочкино, если вы нас каким-то образом увидите, желаем большего внимания немножечко городской власти, уж насколько у городской власти хватит на это ресурсов. Городской власти мы желаем читать побольше художественных книжек, ну, не только художественных. Если вам нужно подсказать, какие книжки нужно прочитать, чтобы не нести такую ересь, которую вы несете в настоящий момент, мы вам подскажем, приходите ко мне, я вам выдам список книг. Это невеликая проблема. Вот, но всем нам, я не знаю, что нам пожелать, внимания друг к другу, наверное. Я вообще хочу, чтобы мы на каком-то этапе, у нас появилась какая-то идеология, наверное, понимание того, куда все это едет. Сейчас это все едет куда-то не очень понятно куда. Не очень понятно, что будет Испадью-Лапочкино, не очень понятно, что будет с условной зениткой, не очень понятно, что будет счетуя за Байкальским краем, ради чего все это существует. Ты говорил только что про вот этот свинокомплекс, да, и про программу развития Дальнего Востока, как я понимаю, и Байкальского региона от 85-го года. В 85-м году где-то разрабатывали, а в 86-м году запустили, да. То есть это вот яркий пример того, как федеральная власть, неважно в каком, ну, хотя здесь, конечно, сказалось, я думаю, вот эта вот перестройка, да. Но, во-первых, вот эти вот нацпроекты, нацпрограммы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, они вот, ну, как мы и говорили тогда, да, они повторяются, повторяются, повторяются. Это, наверное, с царских времен было, когда территорию эту осваивали, да. Но по итогу сейчас, глядя на вот такие истории, понимаешь, что, ну, то, что у государства там наверху, какие решения предпринимаются, да, какие планы, они на месте либо не реализовываются, либо реализовываются настолько неправильно и приводят к такому, что ты смотришь вот на эту пать лапочкину, ну, реально, ну, ты говорил эту формулировку, я не буду ее повторять, ну, ну, неприятно просто и грустно, вот. Потому что власть не понимает, вот мы с тобой сидим, не понимаем, как там людей оставить. Они, мне кажется, наверху тоже не понимают. Ну, я думаю, что если говорить о федеральной власти, то все равно все это измеряется какими-то макроэкономическими показателями. И за этими макроэкономическими показателями пать лапочкина не видно и никогда не будет видно. Это все-таки, наверное, вопрос там региональной власти, местной власти, стройности вот этой вертикальной системы, да, когда федеральный центр там свою какую-то логику, да, выписывает. Региональные власти ее, как бы, модернизируют под нужды региона. Муниципальная власть на основании того, что там наверху происходит, ну, смотрит уже на свои территории своими глазами. А местная власть, которые вот эти вот советы, ну, администрации поселения, они там, ну, они уж совсем на местах с людьми работают. Потому что вот я не знаю, насколько там была нужна эта детская площадка в Паде Лапочкина. Мы же не знаем, и мы часто вот с тобой здесь же говорим и спорим о том, надо ли вот в Чите, например, спрашивать, что строить, церкви или стадионы там, да, ты все время, ты мне как-то говорил, надо референдумы проводить, да, но, а я говорил о том, что, ну, в масштабах Читы не надо референдумы проводить, надо, чтобы был генплан, в котором было понятно, что где будут строить. Слушай, ну, вот в истории с Паде Лапочкина, если бы там была качественная, ну, если бы была какая-то власть, она могла быть, ну, действительно, зная людей, понять, что им нужно. Им детская площадка нужна или, может быть, нужна, я не знаю, там, стадиончик маленький, чтобы футбол там, например, гонять, да, или им все-таки нужен магазин, потому что, судя по тому, что эту детскую площадку разломали, она им и не нужна, наверное, была там, да, может быть, что-то другое нужна была. Опять же, мы не знаем, как эти решения принимались, мы не знаем, как там вообще власть организована, там кто староста есть, но, наверное, если это территория городского округа, на зенитке же нет староста, там, да, у меня во дворе нету староста, но очень условно, и там, наверное, нет. Поэтому, ну, и там много же тоже проблем, вот, мы тоже, когда сегодня разговаривали со старыми, так скажем, руководителями, они мне вспомнили историю про то, как один известный очень, в чате, я не буду называть фамилию предприниматель, хотел открыть крупный животноводческий комплекс, тоже в предгорьях вот этого яблонового хребта в начале нулевых годов. Не смогли они этого сделать, они уже даже привезли сюда, по-моему, ну, то есть, они были готовы что-то инвестировать и начали, как бы, оценивать, какие будут вложения, и не смогли землю себе в этих отрогах яблонового хребта получить землю, потому что она уже была вся поделена на паи. То есть, ее в 90-е годы разделили, вот, видимо, все эти дачные кооперативы, и, оказывается, вся вот эта вот прослойка земли под яблоновым хребтом, которая тянется, там, видимо, от вот этой дороги на Арахлей, которая идет туда, дальше в сторону Дома на Ключе, она вся разобрана, там ничего нельзя организовать или очень сложно, ну, по крайней мере, в нулевых так было. То есть, там много проблем, начиная от проблем земли, там, да, заканчивая проблемами того, как у нас вообще в России власть выстроена. Она не идеально, конечно, выстроена, но я все равно еще раз говорю, что все это отталкивается от целей. Мы к чему идем? Рынок нам говорит о том, что не надо ничего этого делать, рыночная экономика все за нас решит. Ну, вот она решает. Так вот она решает с падью Лапочкина. Ну, периодически там появляются какие-то чиновники, которые книжек не читают, и говорят, что там живут какие-то не такие люди. Поэтому мы там организуем гетто. Вечерка про это гетто писала в 2016 году. Я совершенно случайно то же самое слово гетто использовал в своей колонке через 3,5 года. Ну, наверное, это говорит о том, что там действительно, видимо, власть видит гетто. Не надо так делать. Все люди одинаковые. Спасибо за внимание и счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok